Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, и у нас сегодня просто шокирующие, скандальные сплетни новости. И они просто сплетни новости, я привел все доказательства. Поговорим про спившуюся Настю Волочкову. Тот момент, когда даже ближайшие подруги в шоке от результатов ее пьянки. Поговорим про безумнейшие отмазки, дело в деле Бешимбаева, как монстра пытаются выпустить из клетки. Сегодня шокирующие просто факты, которые нам стоит обсудить. Поговорим про то, как Анна стебет 2500 евро за свой билет на концерте в Казахстане. Поговорим про каждодневного Валеру 42-х лет. Как мужики выглядят в постсовке, и почему мы не должны соглашаться на что-то вот такое вот. Короче, дамы и господа сплетники, схватили свои стаканы от Ralfloren, наполненные ледяным кофе. Уже тепло, теплая весна, скоро лето. Нам будет что-то сегодня обсудить. На данной видеозаписи мы с вами наблюдали, как Бешимбаев, направив камеру своего сотового телефона на Салтанат, пытается раздвинуть ей ноги и заснять на камеру своего сотового телефона все ее интимные места с целью еще большего унижения Салтанат. Однако Салтанат, как может, из последних сил прикрывает свою обнаженную грудь и сжимает ноги. А в ее глазах мы видим страх и беспомощность. Собчак только что выложила видео, большое такое видео. Но, знаете, она про Бешимбаева, конечно, мы говорим. Она много подводила итогов. На самом деле, даже мы здесь, на этом канале, больше ведем это дело более в хронологическом порядке. Огромное количество казахстанских блогеров обсуждают и показывают детали этого безумия. Дело Бешимбаева, и это дело давно вышло за пределы Казахстана. Это дело давно вышло за казахстанскую боль. Это боль, в принципе, всех женщин и вообще всех, кто подвергается домашнему насилию. Всем, кто находится в этих самых путах. Это самые настоящие путы, ребята, домашнего насилия, из которых не вырваться. Вы можете сколько угодно говорить, какая Салтанат была истероидная, как она не могла уйти, хотя был такой шанс. Это неимоверно сложно. 12 раз она уходила от своего зверя Бешимбаева и 12 раз она возвращала. Сейчас в Казахстане продолжаются судебные премии по нашумевшему делу о том, как Бешимбаев отправил свою жену на тот свет. Конечно, Салтанатну Кенову мы говорим, да. К данному моменту выступил он сам, его мать, сторона защиты, прокурор, брат Салтаната и адвокат ее семьи. Сам Куандык Бешимбаев заявил, что его защитники уже озвучили большую часть его доводов и сказал, что никогда не отрицал свою вину в том, что его жены больше нет. Цитата. Меня вчера назвали человеком без сердца, который не раскаивается, не чувствует боль или очерняет Салтанат. Здесь очень интересная тема, да. Здесь же речь идет не о том, что признает он или не признает. Там нет вопросов, виноват он или нет. Он виноват. Вопрос идет о пожизненном заключении этого самого зверя или не о пожизненном. Очень интересная судебная система, как она работает в Казахстане. 10 присяжных, все 10 должны признать его виновным в умышленном. Не просто в том, что он отправил свою жену к братцам, а именно в умышленном. И если хотя бы один судья голосует вместе с присяжными, то есть 11 человек должны сказать четко свое «да», виноват. Если хотя бы один скажет «нет», он не будет признан виновным именно в умышленном деянии, да. По его словам, он глубоко раскаивается, просит Всевышнего прощения. Осознанно ли нет? Ну, все произошло так, как произошло. В видео вы видели самая большая боль моя, когда меня везут. Я переживаю и не могу понять, как могу смотреть в глаза родителям Салтанат. Ох, как он сейчас разыгрывает свою вот эту вот позицию жертвы. Господи боженька, ты мой. Как же он играет на симпатии. Я не знаю, есть ли люди симпатизирующие этому самому зверю или нет, но он очень сильно давит именно на этом. Вы знаете, интересный момент. Он систематически унижал свою супругу и давал ей спать, общаться с семьей, подругами. И даже заставлял принимать препараты, которые не назначались врачом. Вы видели то самое видео, что он творил со своей женщиной. Это не просто унижение, это обесчеловечивание Салтаната. Это просто на уровень предмета, его собственность, сделал с ней абсолютно что хотелось. Цитата. У Салтаната Нукенова возник комплекс вины, сформированный Бешимбаевым. Этим объясняется нерешительность в попытках разорвать токсичные отношения. Согласно научным исследованиям, абьюзивные отношения имеют циклический характер. Периоды насилия сменяются спокойным поведением и извинениями, что затрудняет для жертв принять решение об уходе. Поэтому Салтанат Нукенова 12 раз уходила и снова возвращалась. В суде выступала же мать Куандыка Бешимбаева. Она заявила, что, цитата, «Всевышний уготовил ее семье и семье Салтанат Нукеновой огромное испытание». Опять позиция жертвы. Бедное семейство Бешимбаева. Господи, Всевышний. Не этот самый гопогонец, которого она воспитала, а Всевышний ей преподнес. Кончина Салтанат – это потеря не только для родителей, но и для самого Куандыка. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией. Никто не имеет права отнимать жизнь другого человека. Это страшная невыносимая боль для меня, моего мужа и всех наших родных. Решением, которое примет суд и присяжный, мой сын понесет со смиренным раскаянием. Как бы они не выворачивали, все равно, вы знаете, вот та позиция. Жертвы – это раз. Второе – вот эта вот психологическая игра на «Да, он виноват. Он обязательно понесет раскаяние перед всем Казахстаном, перед моими глазами, перед глазами родителей». Салтанат, он обязательно все это, чтобы ему только судьба не преподнесла, он примет это как мужчина. Пожизненное твоему зверю! Пожизненное! Вы знаете что? Интересный момент. Появилась интересная сейчас информация, дорогие мои. Бешимбаев и Байжанов не могли тайно вывести тело Салтанат из-за визита Путина. Так поделился деталями адвокат семейства Салтанат. Представитель потерпевшей стороны Игорь Вранчев выступил в суде. По его словам, Байжанов и Бешимбаев не смогли вывести тело Салтанат из гастроцентра из-за того, что там проходила проверка службы охраны президента. На следующий день в ресторане должен был ужинать делегация Владимира Путина. Подсудимые знали, что парковка была закрыта. В тот момент Бешимбаеву и Байжанову уже было известно, что сотрудники СОП выполняют свои служебные обязанности и желают осмотреть территорию ресторана. Цитата. Как бы они ни пытались незаметно вытащить тело Салтанат и положить его в машину во внутреннем паркинге, существовал огромный риск, что их проверят на выезде из гастроцентра. В этот момент и приняли решение, что сейчас невозможно тело вывести. Единственный вариант дождаться, когда мероприятие закончится. Это либо ночь на 10 ноября, либо позже. Раскаивающийся муж. Ну не муж. Кто он там? Они женаты были? Неважно. Раскаивающийся мужчина, который собственными руками, просто часами уничтожал свою женщину, пока Таня выпустила последний вздох. И они планировали вынести тело. Вы понимаете, ребят? Если бы тело они вынесли, они бы просто его куда-то спрятали так, чтобы его бы никто не унесли. И люди бы поверили, что она сбежала, что она скрылась, что он не виноват. Это здесь речь идет о том, что он случайно, перегнув палку, отправил ее на тот свет. Это говорит о том, что он в принципе, ну да, так получилось, но он вроде как не виноват. Самое мерзкое, что есть в этом всем, это есть сомневающиеся в его умышленной вине. Он делал с ней, что хотел. Она была в полнейшей его власти. И он довел дело до конца. 12 раз уходила. И 12 раз возвращалась. И 12 раз стало для нее фатальным. Из видео в видео. Я знаю, меня смотрят по 300, по 350 тысяч. Девки, парни, кто бы вы ни были, в каких бы ужасных отношениях вы ни находились, пожалуйста, убегайте от своего абьюзера. Потому что чем больше вы будете возвращаться, тем больше шанс, что вы пойдете по дороге с алтанатом. Дело слишком громкое, чтобы его замять. Если направо-налево получаются истории, когда преступник уходит, выходит сухим из воды. Потому что нет такого огласа, нет такого внимания общественности мировой. Поэтому, если у вас хоть кто-то вот так вот сделал, по кумполу сковородой, исчезли, и больше никакие извинения, никакие прощения, ничего. Вы здесь. Не должно вас убедить оставаться. Только посмотрите, какая красота, ребят. Керамика, восхитительное украшение на стену. Просто восхитительное. Это у нас, дорогие мои, спросят, чего у тебя керамика такая роскошная в руках. А это, дорогие мои, у нас поддержка малого бизнеса. Меня зовут Настя. Я дизайнер интерьеров. Интерьерный декор ручной работы стал для меня любимым делом. Обожаю экспериментировать и техниками, и материалами. Создаю панно и картины индивидуального изготовления. Объемный настенный декор из керамики, папье-маше и других материалов. Онлайн-мастер-классы, где каждый может создать авторское изделие своими руками. В этой коробочке абстрактно-объемное панно ассоциаций вытекающая лава внеземное вещество. Спасибо за такую поддержку и помощь животным. Хаппамаб. Так называется эта самая компания. Так называется... Это компания этой девчонки, нашей сплетницы. Что такое малый бизнес, дорогие мои? Малый бизнес, это вы, сплетники и сплетницы, которые что-то производите, что-то продаете. И вы присылаете мне, и я абсолютно бесплатно, со всеми ссылками на ваши соцсети, магазины, инстаграмы делаю абсолютно бесплатно поддержку малого бизнеса нашего комьюнити. Спасибо, милая моя. Абсолютно роскошнейшая вещь. Шикарное панно. Профессионально сделано и неимоверно красиво. Спасибо, дорогая моя, за шикарный подарок. Удачи тебе в твоем малом бизнесе. Все ссылочки на шикарную компанию, изготовляющую шикарные интерьерные вещи. Я оставлю в описании к этому ролику. У кого есть свой малый бизнес, дорогие мои, пишите моему ассистенту Илоне. Ее телеграмм будет в описании к этому ролику. Она организует, как перевести то, что вы продаете и производите. И мы бесплатно от всей души поддерживаем наше комьюнити мини-бизнесменов. И поставьте лайк этому видео. Это буквально секунда вашего времени. Ничего это вам не стоит. Это очень богат. Папочки, сплетники, вы производите видео на этом канале. Каждый божий день, конечно, подписывайся. У нас здесь интересно, у нас здесь каждодневно, у нас здесь горячо. Не пожалеете, у нас самая крутая комьюнити в русскоязычном блогинге, в принципе. Про Настю Волочкову. Боже мой, какая пошла драма. Какой же пошел трэш, дорогие мои. Вот какой трэш. Настя Волочкова выкладывает это видео у себя в Инстаграме. Настя Волочкова, которая на самом деле выглядит вот так. Пьяная, опухшая, морщинистая, жутко выглядящая Настя Волочкова. А потом она оставляет вот такие вот сторис. Господи, боже мой. Вчера мы говорили про Гордон, Катю Гордон, которая пытается достучаться. Вы знаете, ловя на вранье Настю Волочкова. Она пытается достучаться, чтобы спасти. Она говорит, она хайпится. Да не хайпится. На Настю Волочкову страшно смотреть. Настю Волочкову нужно помочь остановить. Вы понимаете, у Насти Волочковой огромное количество друзей, которые как пиявки присосались к пьяной женщине, которая давно не спивается. Она давным-давно спилась. Она давным-давно на дне. Но они пользуются, потому что какие-то деньги, какие-то, не знаю, публичность все равно есть. Да, Гордон пишет. Она публичная дама, спивается. Это знают и видят все. Над ней смеются. Ее имидж уже нельзя назвать имиджем. Скандала дикого земляного уровня, который даже не хочется перечислять. Периодически явно не в трезвом виде. Она или записывает, спотыкая своих роликов и выкладывает его, или ее прорывает на текст по тему «Я богатый, а вы нищеброды и завистники». Моя подруга не публично за кадром предложила ей помощь. Честно, мы бы оплатили ей лечение и психиатра. Если надо, пишет Гордон. Вместо этого старая песня, что вы мне завидуете и поток грязи. Синька — это зло. Культуры питья, хорошего вина мы не обрели. Зато получили бухающую нацию, где бабы-алкоголички бросают детей, уходят в загул и ведут себя позорно. А бытовое насилие по пьяни — это стандарт и черная традиция России. Кудрявцева же написала, дорогие мои. Значит, ее переписка, она вынесла в публичный доступ ее переписку с Настей. Настенька, милая, слушай, возможно, не имею права, не мое дело, но я считаю, что должна тебе сказать, ты добрая девочка и очень хочется помочь. Настен, возможно, тебе помочь бросить пить. Я тебя очень прошу, больно смотреть. Я осознаю, что ты, наверное, не понимаешь проблемы, но иногда со стороны виднее. Я готова помочь с клиникой. Извини, если не мое дело. Публично вынесла, когда лично никто не ответил, ведь реально хотелось помочь. Зря, все зря, пишет Кудрявцева. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто, а мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, который всех жалеет. Это вот люди пишут по поводу Волочкова. Ее уже соратницы, ее, блин, подружайки, да. И вот только что мы говорили в нашем вчерашнем видео о том, как Гордон говорил о том, как Настя летает в экономии. Но с букетом цветов она все равно придется в бизнес-класс, чтобы сфотографироваться, доказать всем кривозубым нищебродам, какая она удавшаяся. И вот пишет там девчонка из Мальдивы. Антон, привет. Вся с удовольствием смотрю твои выпуски. Просто хочу немного дополнить по Насте Волочковой. Сразу скажу, она мне негатива не вызывает. Наоборот, считаю, что вот таких простодушных, добрых людей и не осталось вовсе. Да. Конечно, вспомню ее послание из нашего вчерашнего видео ко всем кривозубым крестьянам, которые ей завидуют. Итак, по Мальдивам отдыхалась с семьей, с друзьями из Москвы. Пару лет назад моя подруга с семьей летали бизнесом. Настя экономом, конечно, с огромным пресловутым букетом белых роз. Чуть ли не в концертном платье. Это зимой там. Представь, говорит, фотосессия в бизнес-классе. Естественно, потом продефилировала к своему месту в экономии. Начался квест под названием «Куда пристроить цветочки?». Люди летят из зимы в вечное лето. Куча сумок с собой. Все полки забиты. Куда, блин? Пришлось ставить в кухню бизнес-класса. Говорит, слышала бы ты, какими словами она награждала нашу красавицу. Сама бываю на Мальдивах часа. Люблю это место. Меняю отели. Гоняюсь, рассказать за новыми впечатлениями. Однажды, любопытство ради, полезла посмотреть, что же за отель у Насти за 4 тысячи за ночь. Это же уровень Уолдфорд Астория. Не меньше. Нашла отель. Вижу знакомую обстановку домика. Фотографии 1370 долларов. Беден Брэкфэст за неделю. Не 4 тысячи, как Настя говорит, а 1300 за неделю. Показуха, да и только. Надо нашим звездам показывать полный ажур и шоколад. Позорище, ребят. Понимаете? Ну, если уж ты врешь. Да, ну вот моя такая... Если уж ты хочешь соврать. Если ты хочешь самоутвердиться. Конечно, идет это от неуверенности в себя и отсутствия этих денег, о которых она заявляет. Но хотя бы ври так, чтобы тебя не поймали. Ну, ты же летишь не одна в самолете. Там, сука, 200 человек с тобой летят и видят, как ты как пьяная обезьяна. Идешь в бизнес-класс, фотографируешь. Тебя не выгоняют. Это вообще не против нормы. Это против правил. Ты фотографируешься, потом привешься обратно в эконом. И летишь сколько там до Мальдива лететь. Сколько часов лететь. И куда букетик где-то не знаешь. И в концертном зале. Это клиника, ребят. Настя Волочкова это давным-давно клиника. Помните, мне 40-минутное видео записывало в инстаграме. Еще в Варшаве жил. Вы про это самое видео по этой ссылке можете пройти. Посмотрим, какой я нищеброд. Как я жил в девятиэтажке на окраине мира. И как я все, что я делаю, это завидую. Это не я, который говорит, Настя, остановись, хватит пить. Хватит пить. Нет. Я завидую, потому что я нищеброд. И грязь окружает меня. Настя Волочкова закончит очень плохо. Если она не остановится, это плохо случится. Скоро. Интересно, потому что ваше мнение. Кто пьет, я девки с 27-го числа не пью. С 27-го апреля я не пью. На Аземпике худею. Да, я сейчас худею. Вот мои влоги по похудению на Аземпике. Делюсь каждую пятницу. Вот наш прошлопятничный вложик. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Потому что 45 годиков ожирения печени, преддиабет. Ну а сколько можно, да? Да, у меня неплохие гены. Но сколько можно пить? Сколько можно жрать? Сколько можно вот так вот на себя ручкой? Делай, да? Неплохо выгляжу к своим 45-годикам. Но, дорогие мои, время немножко встряхнуться, встрепенуться. И взять себя во руки. А, кстати, чуть не забыл про семейство Бешимбаева. Как вам такое высказывание его сестры? Совсем забыл. Можно я об этом все расскажу после приговора? Прямо подробно расскажу. Честно. У меня есть много чего сказать. В отношении Сонкина, в отношении ее брата, в отношении ее семьи. Я сейчас ничего не хочу ручить, чтобы это никак не влияло на процессы. Я не хочу, чтобы нас полоскали опять, отбивали грязью, хейтили и так далее. После приговора я все расскажу. Слушайте, интервью с Натальей Грейс, это было по машинке, Кирилл и Канилл. Вам не кажется, что она оказала, наоборот, поготильный влияние? Наталья Грейс приехала в завтра, попросила переговорить, и все. Ничего не случилось. Как вам кажется, все-таки стоило ли давать интервью? Я считаю, что рано и на поле этого прожишь. Почему? Потому что невозможно полгода вот этой грязью обливая всех нас, никого не интересуют, а где правда, а где ложь. Родителям моим уже нечего терять на самом деле. Мы не знаем, что будет с братом, мы не знаем, что будет с ними. Кому нравится, пусть верят, кому не нравится, пусть не верят. Но это правда, с которой мы жили весь год. Пожалуйста, как сейчас ваши коллеги и так далее? Как сейчас? Это сестра Бешимбаева, дорогие мои. Сестра человека, который просто зверски уничтожил свою жену 9 ноября 23 года. Надменно, как говорит о пострадавшей стороне. Господи, какое же отвратительнейшее семейство Бешимбаева. Господи, боже мой, клейма негде ставить. Жуть. Если ему дадут какой-то мягкий срок, я думаю, в Казахстане должна быть какая-то, я не знаю, прям-таки народное возмущение вселенского масштаба. Там этого зверя, этого изверга нужно сажать на пожизненное. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. А помните про Ябкова мы говорили? Лука Ябков это мужик, который взял интервью у Насти Ивлеевой. Мы обсуждаем это в нашем вчерашнем видео, по этой ссылочке можете пройти посмотреть. Лука Ябков, привет по поводу Третьякова. Его настоящая фамилия Третьякова. Прямо до коронни был в России в баре. А знакомые познакомились с ним. Пишет мне, парень, наша пташка. Пташки, это вы, дорогие мои, которые пишете в виде моего телеграмма. Потому что меня инстаграм сейчас не поднимает новые садки. Я не знаю, почему, каждый раз объясняю. Антон Сув, одним словом. Антон С-Ю-В. В телеграмме. Мой личный телеграмм, где я получаю всю информацию от вас, пташек. Я остановился в отеле. Значит, пообщались. Но нормальный парень, этот Лука Ябков. Говорю, поехали ко мне. Он долго межевался, потом согласился. Приехали, и я ему сказал, что только с протекцией у нас будет интим. На что он мне ответил, что он только с протекцией, потому что он болен. То, о чем вы подумали. После этого он спросил, хочу ли я. Посидели, поговорили, выпили. Я выпил. И ничего не было. Как огня боюсь этого. Интима с больными парнями. Я с тобой 5 лет люблю, ненавижу. Но каждый выпуск визуне не терпение. Спасибо, дорогой мой. Люблю, ненавижу. Отдельная благодарность. Я люблю, когда люди вызывают неоднозначные эмоции. Я считаю, что я такой блогер, который именно такого толка, который вызывает. Это правильно. Когда ты делаешь все правильно, и ты гладкий, и всеми любимый, значит, делаешь что-то неправильное. Вот такая вот вам интересная информация. Не просто представить ЛГБТ. Спорно. Есть жена, вроде бы, говорят. И ребенок, говорят. Учитывая, что он по парням. А парнями написало какое-то огромное количество. И плюс у него тяжелое заболевание, которое не лечится. И это было нечто сидящее, да. С предпозорнейшим псевдонимом, которое брало интервью у Насти Ивлеевой, где они рассуждали о семейных скрепах, о правильных российских реалиях, о семейных ценностях, о религии. Икона сзади Насти Ивлеевой. Это шутка, блин, мем дня. Разве что не замироточил. Сушки. Это чаек, да. Класс. И вот этого человека, вот с такой репутацией, они взяли брать интервью у Насти Ивлеевой. Позорники. Колхозные позорники. Вот как это все называют. Про Ебкова я только фамилию упомянул. Вот столько. Мы говорим, рядок из пташек, которые прилетают мне с информацией про Луку Ебкова. Восхитительный, да? Дяечка такой, да. Интересный момент. Здравствуйте, пишет мне Пташка в мой Телеграм-канал. Подписывай, у нас телега крутейшая. Отдельный вид комьюнити сплетни. Хотела поделиться с вами стоимостью билета на концерт Анны Асти. Это чуть более 2,5 тысяч евро. Меня возмущают такие цены на ее концерт. Сумасшествие какое-то. Казахстан, Астана. 2,5 тысячи евро за билет на Анну Асти. Когда кто там брала 400 евро, что ли, брала Бейонсе, все были в шоке. Нет, Джей Ло с своими провальными концертами. Все возмущались, потому что Бейонса брала в 2 раза меньше. А здесь Анна, прости господи, Асти. Похожа немножко? Ну, чуть-чуть было, да? Это была Анна Асти, у вас на секунду. Если вы перепутали, думайте, у меня Анна Асти, коллапс Анна Асти. Нет, это я бы просто вот так делал. Анна Асти, Анна Асти, 2,5 тысячи евро за билет, ребятушки. Две с половиной косаря за билет Анны Асти в Казахстане. Ань, все в порядке? Ты вообще в порядке, дама моя дорогая? Прочитал и, знаете, не поверил, перечитал еще. И еще раз не поверил, но вроде как правда. Смотрите. Героя дня в русскоязычном твиттере. Защищает мужика по имени Евгений, который опубликовал свою анкету на сайте знакомых. Однозначно из пользовательницы решила над ним посмеяться. Сидишь пять минут, удаляешь профиль. Плевать, потому что... И представила его фотографии, да. Неравнодушные люди такой подступок не оценили. И доказали, что ничуть не хуже голливудских красавцев, да. Вот, значит, вот оригинальный твит. Вот он стоит, помятая рожа. Ребят, мужику 42 года. Моложе меня на три года. Вот начали, да. Вот в Esquire его выставили. Да, Евгений 42-годик. Да, в Тайм тоже, да. Как стать известным за 15 минут. Топ-три самых красивых мужчин прямо сейчас. Мас Мак Джудлоу и Евгений 42-года, да. Поддержали его. Вот ты смотришь, да. И я не понимаю вот эту вот вселенскую поддержку мужиков, которые, я не знаю, когда нужно было махнуть на себя рукой, чтобы в 42-год выглядеть вот как Евгений, которому 42-года. И вы понимаете, вы можете сколько угодно говорить. А вот он на обложке Тайм. Вот он на обложке Esquire. Можно, вы знаете, выставить резкость в черно-белом формате. Каждая помятая рожа будет выглядеть просто привлекательно. Но голливудский актер не меньше, да. Но когда смотришь на оригинал, вот этот самый оригинал, то ты видишь, здесь не просто Евгений по помятой рожи, видишь эти обои. Обои в 24-м году. В 2024-м году. Розовые обои, да. Пенопластовые поребрики, которые идущие сверху, да. И вот он стоит. Красивые голубые глаза. И я должен отдать ему должное. Но смотря на все остальное, ты понимаешь, Ребят, здесь проблема даже не в том, что внешка. Внешка ужасна. В 42-м году так вы видите, это позор. Это позор, ребят. Мне 45 на секунду, да. Две пачки Си. Буквально месяц назад у меня каждый день заканчивалась бутылка вина. Каждый божий день последние 4 года. Откуда у меня ожирение? Откуда у меня преддиабет? Именно из-за этого, да. И тем не менее, при поганейшем образе жизни, я выгляжу как его сын. Вы понимаете? Здесь вот это вот, знаете. А вот давайте поддержим мужика. А вот давайте вот найдем в нем какие-то плюсы. А вот давайте, понимаете, от этой фотографии веет безнадегой. От этой фотографии веет отчаянием, нищетой и вот этой вот коробкой, из которой ты не вырвешься. Вот так и видишь вот этот вот сардинный блок, Человейник, да, где живет этот Евгений. И это неплохо, это нехорошо, это констатация фактов, да. Но хватит гламуризировать людей, которые того не заслуживают. Хватит заниматься этим. Понимаете, ребят, это из той серии, вот эта вот вся история, это из той серии, да, что мужикам в постсовке, в Казахстане, в Беларуси, в Украине, конечно, в России, да, можно больше, чем женщинам. Если ты в 42, то тебя можно гламуризировать, да, несмотря на ужаснейшую манкину квартиру и розовые обойчики. Обои в 42-м году. Стыд. Это элементарно не модно. Это элементарно позорно. Но хватит гламурзировать этих людей и искать какие-то плюсы, где этих плюсов нет. Нет. Вы понимаете, девочки, если вы соглашаетесь на отношения с подобным парнем, то вы обрекаетесь с себя. Это безнадега. Понимаете, ребят, вот дамы, я к вам обращаюсь. Я, конечно, очень субъективная позиция по поводу его лица и по поводу вот этого антуража, которому это лицо сфотографировано, да. Девчонки и парни, вы должны помнить одну такую простую вещь. Жизнь вам дается. Один раз. Все, что вам дается в этой жизни. Один раз. Вы должны ее прожить максимально комфортно, роскошно, удобно для себя. Если у вас не получается максимально комфортно, максимально роскошно, максимально денежно, с Аполлоном, на всех Аполлонов-то не хватит, я отлично понимаю, да. Но хотя бы в таком случае, девки, да, дорогие мои сплетницы, выжмите максимум из того, что вы можете. А если вы будете продолжать поощрять вот подобное вот и говорить, не-не-не-не-не, вот в нем есть изюминка и в этих розовых обоечках тоже есть свой плюс, да. Вот таким образом вы поощряете мужиков с 25 лет. Вот так вот махать на себя, чтобы уже к тридцатнику трепера через череп, брюшко на коленках, на кривых, да. Ну, мамкин принц, если вы, дамы, будете задирать свою планку, мужикам просто придется в какой-то момент, конечно, может, поколение пройдет, но соответствовать вашим планкам, вашим требованиям, чтобы не вот так вот, да, сейчас, 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 я здесь сделаю, да. Вот сделайте фотку на профиль, да, да, чтобы вот такую вот фотку не ставить, первую попавшуюся фотку просто не ставить, как заглавную, да. Надеюсь, что, ой, и на такое клюнут, и на такое выстроится очередь, и меня сейчас... И вы знаете, что самое ужасное? Да разберут, его разберут, такого красавца, разберут. Чем больше, дамы и господа, вы будете занижать свои планки, тем больше валер 42-летних будет на вашем жизненном пути. Цените себя, даже если вы сами не соответствуете. Да, вы меня слышали. Даже если вы страшная, толстая, бедная, это не значит априори, что вы должны занижать свою планку. Да, может быть, тоже летать этими не надо, чтобы голливудский принц за вами приедет, но это не значит, что вы должны занижать свою планку, даже если вы этой планки сами не достигаете. Да, я знаю это эгоистическое отношение, но мы в этой жизни обязаны в первую очередь себе прожить эту жизнь правильно, комфортно для себя. Что другие думают, ты его недостойна, ой, дайте мне решить, чего я достойна, и чего я недостойна. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваша... Это же касается к старым шведам, немцам, итальянцам и прочее, да? Обнять и плакать. Не занижайте свои планки, даже если вы этим самым планкам не соответствуете. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои, дамы и господа, от всей души благодарен вам за лайки, за подписки, за комментарии, очень благодарен вам за донаты, можете стать спонсором на этом канале, вы можете кинуть нам донат через суперспасибо, это маленькое сердечко прямо под видео, и кстати, если вы станете спонсором уровня легенда, я лично на вас подпишусь в вашем инстаграме, да, это правда, но если вы желаете кинуть донат через бусте, взамен кидая донат через бусте, вы всегда получаете видео поздравления специально для вас записано, поздравить днем рождения, с годовщины, просто привет, от Антона Эс, наш форум благодарности за ваши щедрые донаты, но если нет желания и возможности слать донат, но вы живете в свободном мире в Европе или Америке, вы всегда можете не пропустить рекламу на ютубе от самого ютуба, не пропускай рекламу, минутную рекламу, вот просто не скипая ее, этим вы неимоверно помогаете мне и моей маленькой команде производить ежедневные сплетни на этом канале. Дорогие мои, дамы и господа, огромное благодарю всем за поддержку бездомных животных, за то, что поддерживаете приюты, не проходите мимо проблем волонтеров, которые помогают братьям нашим меньшим. Спасибо, милые мои, от всей души лично, от меня низкий поклон и от всего нашего комьюнити за то, что являетесь людьми с большой буквы. Спасибо, милые мои, что доказывает всему миру каждый божий день, что мы сплетниками имеем не только сплетничать, но и любить. У вас все сплетни, благодарю всем спонсорам канала и освобожаю сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok